всем привет продолжаем знакомиться с известными людьми моего города по книге санкт-петербург 1703 1917 год под общей редакцией даринского авторы-составители даринский старцев мури брожей бой анатолий федорович кони который федорович кони родился в петербурге феврале 1844 года отец его был известным писателем и театральным деятелем автором воды вилле у анатолия раннего детства проявились незаурядные способности к языкам гуманитарным наукам музыки он развивал их как в году учения сначала в они шуле затем во второй петербургской позднее александровской гимназии 1861 году кони поступил на физико-математический факультет столичного университета однако окончить факультет не удалось декабре 1861 года университет закрыли из-за студенческих беспорядков в начале 1862 года во взглядах молодого человека на свое будущее произошли серьезные изменения кони пришел к выводу что одной из главных составляющей его жизни должно стать правоведение он поступил на юридический факультет московского университета окончил юридический факультет 1865 году и через несколько месяцев началась многолетняя служба в органах судебно-прокурорской системы россии должности сменялись юридическая часть военного министерства помощник секретаря петербургской судебной палаты уголовного департаменту секретарь прокуратуры московской судебной палаты товарищ прокурора петербургского окружного суда самарский куберский прокурор мая 1871 года стал прокурором петербургского окружного суда по иронии судьбы 24 декабря 1877 года в день когда кони вступил в должность председателя петербургского окружного суда вера засулич ну помню кто это произвела покушение на жизнь градоначальника столицы трепова именно этому суду предстояло с участием присяжных заседателей рассматривать дело террорист присяжные признали вера засулич невиновной и в этом акте была немалая заслуга кони потому что он проявил подсудимым больше внимания и человечности чем было обычно принято в российских суда а не забывать что она была террористкой министр граф панин предложил анатолий федорович уйти в отставку однако отстранить ставший уже известным юристом госслужбы не удалось он не только остался на ней но и продолжал успешно продвигаться по служебной лестнице 1881 году стал председателем гражданского департамента петербургской судебной палаты в 1885 обер прокурором уголовного кассационного департамента правительствующего сенатор в 1891 году сенатор с 1907 член государственного совета с 1910 тайный советник вершина чиновничьей иерархии царской россии антолий федорович был прекрасным оратором эта сторона его таланта проигралась не только в сфере юридической деятельности но и при общении с любителями литературы он желанный гость в модных столичных салонов дворцах великих князей и книги в 1896 году его избрали почетным членом российской академии наук в 1896 году его избрали почетным членом российской академии наук а в 1900 году почетным академиком кони дружил и общался с толстын гончаровым короленко чеховым горьким и многими другими писателями поддерживал близкие отношения с видными деятелями науки и искусств увлечение литературы ни в коей мере не сказывалось на профессиональной деятельности анатолия федоровича частности к 50-летию судебной реформы 1864 года он подготовил солидную книгу отцы и дети судебной реформы который убедительно доказал место и роль реформы в развитии отечественной государственности после отмены крепостного права умер кони в 1927 году будучи профессором петроградского университета вот так анатолий федорович кони по книге санкт-петербург 1703-1917 год под редакцией даринского автор составит и даринский старцев мурин брожей бойко вот пожалуй все узнали кто не знал узнал что-то новое все пока пока до свидания известный человек